С июля 2014 года в Россию прибыло более 830 тысяч граждан Украины. Для их обустройства и размещения в регионы из федерального бюджета были выделены средства. На что они расходуются и как обустроились жители Украины в Ниньцком округе, об этом мы поговорим сегодня в студии. Это актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя, начальника управления труда и социальной защиты Сергей Свиридов. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Анатольевич, ну давайте, наверное, начнем со статистики. Сколько сегодня граждан Украины проживает в Ниньцком округе? Общее количество граждан Украины, которые приехали к нам в округ юго-восточных регионов Украины, 175, хотелось бы отметить, что обратно выехали за пределы округа 16 человек. Итого сегодня находятся на территории округа 159 человек, жители Украины, из них 38 детей. А где они проживают? Размещаются они в понте временного размещения, который находится на факеле, арктический переулок. Там размещено 70 граждан, которые прибыли у нас с Украины и оставшиеся, разместились в частном жилье. То есть они либо арендуют, либо остановились у родственников. То есть большая часть она проживает в... В домах, в жилье, да, в квартирах. Вот из тех, кто остались, трудоустраивались, где они сегодня работают и как себя чувствуют? Вот вопрос о трудоустройстве у нас основной на повестке дня. Хотелось бы отметить, что люди, которые прибывают, первый вопрос, это средства к существованию, и чтобы их зарабатывать, необходима работа. И первоначальный критерий, который был отпущен регионом Министерством труда, это устроить не менее 60% от трудоспособного населения, которое пребывалось в госточных регионах Украины. Первый этап мы реализовали, мы устроили на сегодняшний день из тех граждан Украины, которые прибыли к нам с этих регионов 76 человек, это чуть больше 60% от трудоспособного населения. Мы эту работу в настоящий момент активно продолжаем, и в итоге нам необходимо будет, как минимум, трудоустроить всех граждан Украины, которые проживают в пункте временного размещения, потому что на сегодняшний день предварительно принято решение о закрытии данного пункта 20 марта. А после его закрытия куда подойдут? Я думаю, что этот вопрос будет рассматриваться повторно, если ситуация останется стабильной, как сейчас практически, если и есть прибытие граждан с данных регионов, то оно отмечается 1-2 человека как минимум в неделю. То есть такого массового прибытия уже на сегодняшний день нет, соответственно, мы здесь будем работать индивидуально уже с каждым, кто пребывает. Но вот на сегодняшний момент такое промежуточное решение есть, и прибытие, еще раз повторюсь, граждан с Украины, северо-восточных регионов говорит о том, что необходимость после 20 марта в данном пункте отсутствует. Все, кто проживает, предупреждены о данном решении, и в сегодняшний момент они решают самостоятельно жилищные вопросы. То есть они ищут аренду и будут арендовать, как и все жители низкоавтономного округа, которые не имеют жилья. Отдельно вопрос за счет средств округа представления жилья по отношению данных граждан решаться не будет. То есть сейчас они проживают в этом общежитии, получается, за счет средств, которые были выделены? Из федерального бюджета. Федеральный бюджет выделяет на содержание данных пунктов временного размещения на человека 800 рублей в сутки. Данное средство мы получаем. Помимо содержания пунктов временного размещения, там также предусматривается и питание. Ну, хотелось бы отметить, что это правильное решение, потому что люди приезжают, они не обустроены, у многих у них нет родственников, то есть помощь им оказать никто не может. Многие приезжают практически без всего, без вещей, без средств существования. Первую помощь мы им, конечно, оказывали. Спасибо гражданам, жителям Ниньска автономного округа, которые откликнулись на просьбу Красного Креста и внесли свой вклад каждый. И эти средства, хотелось бы сегодня предварительно в эфире отчитаться, что все были использованы в рамках оказания помощи этим гражданам, выделяли средства на человека в размере 5000 рублей, либо продуктовые наборы. Ну и спасибо огромное, кто сдал мне деньги, я принес вещи, вещи также были нужны, потому что, и понятно, что природно-климатические условия отличаются, необходима была тёплая одежда, в первую очередь, для детей. И вот все, кто откликнулся, всем огромное спасибо, потому что вещи стали даже намного больше, чем это было необходимо. Вот в этом проблем мы не испытывали, и все граждане, которые прибыли в северо-всток Украины, были обеспечены одеждой. А вот помимо размещения и питания, какая ещё поддержка оказывается гражданам Украины? Ну, в первую очередь, как я уже сказал, это вот денежные средства, которые мы собрали вместе, все жители несколько, но как-то внёс также вот вещами, и, конечно, психологическая помощь. Психологическая помощь за счёт работников комплексного центра социального обслуживания, потому что люди практически прибыли с войны, у них, конечно, в психоэмоциональном состоянии есть проблемы. В первую очередь, конечно, помощь оказывается детям. Самое последнее мероприятие, чтобы дети отвлеклись от тех событий, которые там проходят, было организовано в канун Нового года, это ёлка. И также мы приобретали подарки, в том числе и на средства, которые также граждане внесли, и средства Красного Креста, которые они выиграли по гранту. А вот помимо тех, кто уже устроился, они получают зарплату. Вот те, кто не трудоустроились, получают ли они какое-нибудь пособие? Предусмотрен первоначальный взнос оказания помощи, небольшой, подъёмный, чтобы люди, которые приехали, тоже на первое время существования, потому что, я ещё раз повторюсь, они приезжают практически без вещей, что было под руками, то взяли. Иногда без документов, много денег, средств идёт на оформление документов. Подтверждение того или иного образования, которое есть у граждан по законодательству нашего нового ностификация называется. То есть вот приехали медицинские работники, и в силу отсутствия документов они не могли приступить к работе в больнице. Вот там средний медперсонал, который сегодня испытывает больницу в данных кадрах. Чтобы провести эту даже элементарно простую процедуру, нужно сходить, документы заверить в нотариуса, перевод заверить в нотариуса, отправить эти документы в Москву. Всё это тоже строит немалых денежных средств. Вот эти деньги подъёмные им выдавались, чтобы они смогли вот эти первые действия осуществить. Ну в каком размере? За счёт федерального бюджета 10 тысяч на члена семьи и 20 тысяч на самого заявителя, и за счёт окружного бюджета 50 тысяч и 80 тысяч. Это на человека? Да. Ну вот у нас город маленький, все друг друга знают, и люди вот говорили, что получая такие пособия, они могут не работать. Вы знаете, это помощь разовая, и большинство денег уходит на решение вот тех организационных вопросов, о которых я сказал. Учитывая ещё и раз повторюсь, что у них практически ничего особо нет, когда они сюда приезжают. И говорить о так, что это деньги в каком-то длительном существовании, конечно, нет. И я с ними неоднократно встречаюсь, и в ПВР выезжаю еженедельно, и все они хотят работать. Но только вот есть проблемы, например, в профессиях, в которых они приехали к нам сюда. Например, люди работали в шахтах, добывали уголь. Соответственно, здесь вопрос стоит, что им уже себя не найти по той профессии, в которой они работали там. Стоит вопрос о их переобучении, переквалификации, чтобы была возможность их трудиться. Но они идут с удовольствием и работают, я сказал бы, в разных отраслях. Достаточно много. Хотел бы сказать спасибо руководителю агропромышленной компании. Он принял к себе и доярками, и скотниками люди у него работают, и на слинокосе работали. И я бы не сказал, что это такая чисто белая работа для белых воротничков. Я знаю, что такое работа скотниками. И люди идут с удовольствием, работают и доярками. Очень тяжелый труд, надо рано вставать и идти с раннего утра и до позднего вечера работать. То есть вот такие работы, они согласны, идут. Одна женщина, которая ждала подтверждения образования медицинского работника, она работала, как минимум, я знаю, на двух работах. Она работала дома с детьми, сидела, у кого-то ее нанимали, а вечером у Нермаги Мэлопол. И они вот уйдут с удовольствием, работают. То есть вот таких проблем в нашем Ненецком автономном округе со стороны данных граждан я не ощущаю. То есть они прекрасно понимают, зачем они приехали, для чего. Потому что, во-первых, на Ренмар добраться стоит очень дорого. То есть сами билеты стоят достаточно большую сумму. Мы все летаем, знаем. И, соответственно, они едут сюда с определенной целью. И мы вот, решая все эти вопросы, помимо социально-бытового обустройства и с трудоустройством, я ни от одного гражданина, который прибыл с Украины, не почувствовал нежелания работать. А вот в медицинские учреждения сколько устроилось человек? Вы знаете, вот сейчас вот сегодня, еще очень дату я не скажу, потому что процесс, он идет тут постоянно по поводу и подтверждения документов. Они, когда уже получают подтверждение, сразу же трудоустраиваются. Ну вот и младшим медперсоналом, и средним устраивались в больницу, то есть без вопросов. Также мы решали вопросы, помогали студентам. Их было немножко. Они там учились, обучение не закончили. Здесь вот уже непосредственно Галина Брониславовна подключалась, оказывалось содействие, чтобы дети дальше получали образование в вузах, которые находятся в Архангельской области, в Архангельске, в Санкт-Петербурге. А есть такие, которые заявили желание ехать в населенные пункты? Да, у нас есть, конечно, не в отдаленные населенные пункты. Они вот сейчас у нас в Куе жили, жили, если не забывая, в Теревске. Но в большинстве они проживают в городе, в искателях. Но есть и такие вот, если есть возможность на селе где-то трудоустроиться, мы эти вопросы, даже не трудоустроиться, а чтобы возможность проживать, потому что иногда даже свободного жилья не бывает на селе, то такие и есть, высказывают желание, выезжают на селе. Но больше, конечно, в городе и в искателях. А что по поводу размещения детей в детские сады и в школы? Как с этим обстоит дело? Учитывая, что в школе у нас очереди нет, и все дети, конечно, должны учиться, здесь вопрос решается без проблем. То есть все дети, которые школьного возраста, они посещают школу. Что касается детей садичного возраста, это в общем порядке. То есть у нас существует очередь в садик, и все дети, которых в данной категории граждане, они также в садик поступают на общих основаниях. То есть если в садике очередь, то... То также ждут очередь, конечно. А какого возраста дети поступили? Ну вот по пункту временного размещения там проживают 18 детишек, до года два ребёнка. То есть в основном вот студента, если не ошибаюсь, два, прибыла с родителями, остальные школьники и детский садик. Но есть и дети, которые до трёх лет. У нас даже в самом пункте временного размещения такой мини-садик образовался. Вот кто может с ними сидит, я вечером посещаю, как бы вот эту картину вижу постоянно. Детишки, они все вместе в коридоре бегают, друг с другом играют. Мы даже думали, что вот какой-то мини-садик у них в рамках пункта временного размещения организовать. Но проблемы с законодательством, нормы и прочее. Вот так негласно существует. Я хочу напомнить, что у нас в гостях Сергей Анатольевич Сверидов и говорим мы о размещении граждан Украины на территории Ниньского округа. Сергей Анатольевич, когда готовилась эта программа, нам на сайт поступили вопросы телезрителей. Вот один из них. Может ли округ сдать в найм комнаты и общежития в переулке Арктический? Хотелось бы отметить, что данное здание принадлежит на праве собственности Искательской поселковой администрации. На данный период был заключен договор по проживанию там беженства с Украиной. Эти отношения у нас оформлены официально. Но учитывая законодательство, которое сегодня существует в Российской Федерации, данные живые помещения относятся к категории маневренного живого фонда. И, соответственно, когда мы выезжали в пункт временного размещения, у нас присутствовал и Коваленко Григорий Борисович, и у них сегодня существует потребность в категории лиц, которые могут в этом фонде проживать. И они там будут их после закрытия пункта временного размещения размещать вот эти категории людей, которые у них стоят на учёте по маневренному фонду. То есть эти комнаты сдавать в наём нельзя? Нет. Это муниципальная собственность, и она будет использоваться в рамках законодательства как маневренный жилищный фонд. И ещё Виктория Ковтун интересуется, что делать гражданам с регистрацией, которые прибыли с Украины. На сегодняшний день какой у них правовой статус? По поводу, я так понимаю, регистрации, это по месту жительства, чтобы выполнять определённые действия и федеральной миграционной службы, и чтобы стать участником программы в содействии переселения соотечественников, ну и все вытекающиеся до свидетельства. Жильё, которое они арендуют, если не имеют своего частных лиц, то по законодательству там возможна и прописка. Соответственно, когда, и это тоже так же и доводилось неоднократно до их сведения, что при заключении договоров аренды жилых помещений, когда пункт временного размещения будет закрыт, и они будут арендовать жильё, они имеют полное право на регистрацию. Это и разъяснение также давала и Ольга Михайловна, руководитель ОФМС, когда мы их посещали. То есть я здесь проблем не вижу. Заключаются договоры аренды жилья, и они осуществляют регистрацию. И даже при наличии договора по аренде жилья нет необходимости присутствия собственника на совершении этих регистрационных действий. То есть даже те, кто сегодня проживает в пункте временного размещения, тоже дают временную регистрацию? Да. Ну, там вопрос будет решён 20 марта по поводу его закрытия. Если другого решения, конечно, не будет принято, потому что, говорю ещё раз, это всё зависит от ситуации на юго-востоке Украины. Если дополнительно прибивать оттуда граждане не будут, то, конечно, необходимость в нём отпадёт. Ну, а вот эти граждане, которые уже, вы сказали, там 16 человек, они уже обратно уехали? То есть у них всё в порядке? Я бы сказал, что у них проблемы, в первую очередь, случились с природно-климатическими условиями. Первая семья выехала, от которых я общалась и узнала причины, почему они приняли такое решение. Это, конечно, вот те морозы, которые у нас начались, и у них ребёнок не принёс эти условия, и они вынуждены были уехать. Я думаю, что большинство из них как раз по тем критериям и покинули нашу территорию. Не выдержали морозы. Да, но я бы не сказал, что они уехали на Украину, просто они заявлялись, когда выезжали, что, конечно, с уездом в Украину, но они также могут и разместиться в других субъектах Российской Федерации. Но сегодня вот к вам обращаются люди. Вот с какими вопросами, может, с какими пожеланиями? Сегодня самый основной и первый вопрос – это трудоустройство тех, кого мы ещё не успели трудоустроить. А сколько таких человек? Много осталось? Ну вот 40% от трудоспособного, то есть 60% трудоспособного, 76 граждан трудоустроены на сегодняшний момент, а не кто-то самостоятельно трудоустроился. Кого-то мы трудоустроили через центры занятости. Сегодня такое количество трудоустроено. Конечно, наша сегодня основная задача – трудоустроить оставшиеся. И скажу ещё раз, повторюсь, что это связано с тем, чтобы у них были средства к существованию, чтобы они могли арендовать жильё, оплачивать какие-то счета за детей, за себя. А вот что касается пенсионеров? Много их прибыло? И как им быть с пенсией? Ну вот что касается пенсионеров, если они не принимают решения на получение гражданства в Российской Федерации, либо не оформляют документы по убежищу беженцы, соответственно, права на пенсию у них по нашему законодательству не возникает. Те, кто оформили документы надлежащим образом, они в пенсионном фонде пенсию могут получать, но сегодня таких единиц. То есть сегодня нет пенсионеров, которые получают пенсию? Есть, но их очень мало. То есть те, которые воспользовались нашей программой переселения с отечественников, проживающих за рубежом, по словам этой программы, они в коротком промежутке времени получают гражданство Российской Федерации и становятся гражданами Российской Федерации. А сколько у нас человек таких в округе? На сегодняшний день мы показатели по программе увеличивали, и у нас уже по программе воспользовалось около 70 человек. Но данные показатели – это не только из граждан Украины, это, конечно, и из других регионов. Но большинство – это, конечно, с юго-востока Украины граждан, которые воспользовались этим правом. А в короткий срок это какие там? Трехмесячные. В пределах трех месяцев. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Я напомню, что у нас в гостях был Сергей Анатольевич Сверидов, начальник управления труда и социальной защиты, и говорили мы об обеспечении граждан Украины на территории Ниньского округа. Это актуальное интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова